Итак, дорогие друзья, всем привет, доброе утро. Начинаем второй урок по пертеа вот, по пертеа вот. Второй урок. Так, кто в эфире? Кто у нас в эфире? Давайте. Есть кто-то? Соли, Феменко, Антон, приветствую. Всем хорошего дня, мудрости. Тони Каухман. Всех с Днем Победы. С Днем Победы над немецко-фашистскими захватчиками, которые хотели уничтожить еврести народ, которые там что-то себе выдумывали про какие-то тысячелетние рейхи и которые за 12 лет были стерты с лица земли силами света и добра, назовем это так. Так что, но они успели сделать, конечно, ужасное свое дело, очень много уничтожили невинных людей, что еще раз показывает, что вот как люди могут сходить с ума и ради какой-то вообще иллюзорной, непонятной идеи уничтожать миллионы людей и сами себя. И потом бах, оказывается, что это все иллюзия. Поэтому с Днем Победы добра над злом. Все. С Днем Победы добра над злом. И сегодня у нас, да, сегодня у нас мы продолжаем изучать Пертьевод. И вот мы дошли до того, что люди Большого Собрания, Аншей Кнеста Агдула, это были люди, которые после второго храма. Во втором храме, в первом храме его Навуходный цар разрушил, евреев переселили в Персидскую империю. Это было как переселение народов, как вот хотели всех в... Сталин хотел всех евреев выслать в Биробиджан. И сделал там автономную еврейскую область, и всех евреев туда, в Сибирь, хотел выслать. И Навуходный цар тоже переселил евреев в Персидскую империю. Они расселились по Персидской империи. И потом была, была как бы идея такая уничтожить еврейский народ. Вот вы уже вынесли приказы, все вынесли все приказы, и потом в последний день все поменялось. Все поменялось, и вот мы в Пурим вспоминаем этот день, как все перевернулось, и все поменялось. И значит, с разрешения царя, по-моему это было или Корыш, или Дариш, Дариш его звали, по-моему, этого царя, евреи вернулись и построили второй храм. И самые великие мудрецы, среди которых были пророки, значит, назвались они Большое Собрание. Отшейк Нес Тагдула. И вот эти вот люди Большого Собрания, они, получив Тору от предыдущих поколений, они собрались вместе и оценили как бы духовную реальность, в которой находится мир, в которой находится еврейский народ, и они попросили у Бога, чтобы чуть-чуть реальность была изменена. Как они ее хотели изменить? Они попросили, чтобы убрать ецарара, ецарара это убрать желание к идолопоклонству. То есть, они сказали, что вот это вот внутренний как бы орган, который двигал человека к идолопоклонству, что мы не могли его победить. То есть, при наличии храма, при наличии пророков, при наличии Торы, но не смогли его победить. И это неравная борьба. То есть, когда у человека есть возможность менять мироздание, менять мир, и не воспользоваться этой возможностью, человек не может. И они убрали тягу к идолопоклонству. То есть, они попросили Бога убрать тягу к идолопоклонству. Убийство это является следствием идолопоклонства. То есть, когда нету Бога, так тогда человек берет на себя право решать, кому жить, кому умирать. То есть, когда он перестает подчиняться хозяину мира, который сам, только Бог, который дает жизни, который дал жизнь всему, он может устанавливать, в какой момент ее можно прерывать, в какой нет. Они попросили убрать тягу к идолопоклонству, чтобы у людей было больше тяги к Богу. И они попросили убрать тягу к разврату. Тягу к разврату, чтобы люди не хотели так сильно размножаться. И когда Бог выполнил все их три просьбы, то, значит, у них была эта история или в Медраше, или в Талмуде. Рассказывается, что они как раз, там, это вся процедура общения с Богом, а это все происходило ночью. И уже наступило утро, и с утра они попросили, чтобы им принесли там яйца, и, ну, чтобы яйца, хотели яиц всмятку. А не было яиц, не было яиц, потому что, если убрать вот это вот внутреннее стремление к размножению, вот эту вот именно внутреннюю программу, то тогда все живое перестает размножаться. То есть человек, это как бы квинтэссенция, это отражение всего мироздания. То есть идет вначале все мироздание, и человек вершина вот этого мироздания, и те законы физиологические, которые действуют в мире, они же отражаются в человеке. И поэтому, когда убрали вот эту вот тягу к размножению, то даже куры перестали нести яйца. И когда куры перестали нести яйца, они поняли, что без этого мир не будет существовать. И, значит, они тогда попросили в два раза уменьшить. То есть то, что есть у нас сегодня, тяга к размножению, это в два раза меньше, чем было когда-то. Можете себе представить тогда, с какими соблазнами им приходилось справляться. То есть они просто не могли, не могли прямо себя контролировать вообще. Теперь и вот эти, значит, это я вам рассказываю как бы такую общую контекст. Это контекст, да, как бы общую картинку, чтобы вы поняли, кто такие люди большого собрания, люди великого собрания. И вот они нам, но теперь мы как раз переходим в Супертея Вот, вся вот эта книга «Поучение отцов». Она дает принципы жизни. И интересно, что они вот в каждой мишне выделено три основных принципа. И вот эти вот свою систему 3П, что нужно сделать три вывода, я взял как раз из Супертея Вот. Теперь понятно, откуда я взял, что нужно делать всегда три вывода. Так вот, люди великого собрания, они сделали три вывода. То есть они как бы всю свою философскую систему, они сформулировали в трех главных принципах. Да, первый принцип они сказали «Аву метуним бадин». Будьте медлительны в суде. То есть не рубите с плеча, не судите быстро. Они сказали так, когда было пророчество, тогда пророки, они присоединялись к божественной реальности, и они видели суть вещей. Но если нет пророчества, то любой суд, то есть любая оценка, любой ярлык, любое решение, оно является очень односторонним, и оно не учитывает множество факторов. Поэтому они сказали, люди большого собрания, что будьте медлительны в суде. То есть принимай решение, подумайте. Семь раз отмерь, один раз отреже, они сказали. Как еще там дальше они объясняют, что значит быть медлительным в суде? Это значит «марбе яйца, марбе твуна». Много советуешься, умножаешь понимание. Что еще они сказали? Будь медлительным в суде, не решай эмоционально. Утро вечера мудренее. Ну и так далее, и так далее. То есть первый принцип, который они дали, «Авум и туним бэдин, будьте медлительны в суде, не рубите с плеча, не судите быстро». Второе, что они сказали? Второе, что они сказали «вэ аамиду талмидимарбе». И устанавливайте много, много учеников. Что они имели в виду? Когда пророк, он входил в состояние пророчества, он воспринимал всю Тору. И у него был доступ к бесконечному хранилищу вот этого духовного знания и к видению этого духовного знания. Но, когда пророчество исчезло, они сказали следующим поколениям в передаче Торы, что нужно, чтобы было много учеников, которые учат Тору. Тогда у каждого в голове будет какой-то кусочек Торы, какой-то кусочек. И вместе это даст цельную картинку. То есть Тора будет храниться, знаете, как вот то, что сейчас придумали, блокчейн. Это хранение информации в ячейках, в разных компьютерах. То есть нет централизованного хранилища информации. Так вот, это то, что сказали люди большого собрания. Они сказали, устанавливайте много учеников для того, чтобы Тора сохранилась вот в этом множественном хранилище информации. Вот мы сейчас изучаем Пертеавод. Кто-то сейчас изучает Дер-Хашем. Кто-то изучает Хумаш, Пятикнижия. Кто-то изучает еще какие-то книги и так далее, и так далее. И в общем получается, что вся Тора, она существует в восприятии разных людей. Кто-то Кабалу учит, кто-то учит Аллаху законы, кто-то учит Мусар, это учение нравственности. То есть вся Тора сохраняется. Почему? Потому что сказали люди большого собрания, Веемиду Талмиди Марве, устанавливайте много учеников. Ве Асуси Ягле Турани, сказали. И сделайте ограду для закона. То есть так, как они сказали, на сегодня пророчества не существует. Закон, мало кто его знает точно, полностью и идеально. Поэтому сказали великие мудрецы большого собрания, что что нужно сделать? Нужно вокруг каждого запрета. Знаете, как вот есть минное поле, да? Можно было бы поставить над миной самой, поставить над миной надпись. Здесь мина, сюда не наступает. Но если вокруг играют дети, если вокруг играют футбол, то обязательно кто-то наступит. Поэтому они сказали, минное поле нужно оградить, чтобы был забор. И забор, чтобы стоял метров лучше 100 от минного поля, чтобы была разница между минами и забором 100 метров. Вот это то, что сказали мудрецы. Устанавливайте ограду вокруг Торы. То есть, например, они сказали так. Человек религиозный, они сказали, должен ходить там в штраймеле и с вот такими длинными пейсами, в халате и так далее. И не имеет права менять одежду. Почему? Это ограда для закона. То есть Тора это не сказала, что это нужно делать. Но мудрецы сказали так. Если он будет одет необычно, если сразу его одежда будет выдавать в нем религиозного человека, то тогда он не сможет уже легко согрешить. Как есть известная история, как один хасид такой, ему понравилась девушка-официантка. А он, этот хасид, он женат, у него дети, он с такими пейсами, с бородой с длинной, в халате. Понятное дело, что он к этой девушке-официантке нерелигиозно, вообще не в Реке, это в Нью-Йорке было дело. Он к ней даже подойти не может. Потому что, ну какая между ними связь, она от него убежит. Но вот этот вот Ецерара, злое начало, он его внутри там пилил, он что-то себе думал, придумывал, думал, придумывал. А еще раз, вот это вот его внешний вид такой ужасный, это ограда для закона. То есть мудрецы, зная природу реальности, они сказали, что нужно как можно дальше ставить ограду для закона. То же самое они сказали евреским женщинам, например, носите длинные юбки, закрытую одежду и вообще быть скромными. Почему? Потому что они понимали, что в принципе ничего и страшного-то нету, если чуть юбка выше. Но мудрецы понимали, что есть мужчины, которые сумасшедшие, маньяки. И они увидев какое-то голое тело, они могут наброситься, не дай бог, и там что-то сделать. Так они сказали, длинная юбка, она нужна для того, чтобы оградать для закона. Или не заходи в закрытое помещение с незнакомыми женщинами. Потому что всякие могут быть истории. В Талмуде рассказывается история, как одна женщина была должна деньги одному еврейскому мудрецу. И она пришла, значит, а у нее умер ребенок, в то время были эпидемии, там все такое. И у нее умер ребенок. Она думает, о как, отличный повод деньги не отдать. И она взяла этого ребенка, своего умершего уже, да. Она пришла к нему, как бы, попросить о продлении долга. А потом она, значит, этого ребенка подкинула, ну, положила на диван, там, где они сидели. И начала на него кричать, что он сел на ребенка и убил ребенка. Она выскочила на улицу, кричит, он убил моего ребенка. Все, ему пришлось бежать из этого города, потому что он не знал, как оправдаться. Они были вдвоем с ней в помещении, ребенок мертвый по факту есть, мать же не будет его убивать, значит, что он убил. Все. И он не мог, он видел, что он не сможет доказать, что он даже этого ребенка в глаза не видел, что его принесли мертвого. И он вынужден был убежать. То есть мудрецы, они сказали, делай ограду для закона. То есть есть закон, то, что надо делать или то, что не надо делать. И они поставили ограду, чтобы тебе было тяжело нарушить и чтобы тебе было легко выполнить. Заканчивая историю про хасида, этот хасид, он в таком виде, он был огражден от преступления. Он не мог к ней подойти. И он решил поменять внешний вид. Он взял, сбрил пейсы, сбрил бороду, снял свой халат, одел джинсы, одел футболочку, кроссовочки купил себе. Значит, типу такую одел в виде арбузика. Маленькую типу он решил, кстати, типу не снимать. Вот такой вот в виде арбузика типу одел. И он такой идет через улицу, знакомится с этой девушкой-официанткой. И тут его сбивает машина насмерть. Насмерть его сбивает машина. И он попадает на небо. А попадает на небо, его как бы душа, его голограмма попадает на небо. И его судят, небесный суд. А он говорит, и у меня, я хочу до того, как меня начинают судить, задать вопрос. Вот скажите, почему же я так умер нелепо, да? Что я как бы всю жизнь не грешил. И тут, понятно, я собирался согрешить. Но я же еще не согрешил. Я же только шел через дорогу. Я же еще ничего не успел сделать. А меня машина сбила. За что? А ему говорят, секундочку, а вы кто? А, говорят, извините, мы вас не узнали. Мы по внешнему виду ошиблись. Но это такая шутка, что внешний вид, он является отражением внутреннего. Я этот хотел анекдот привести как принцип того, что есть вещи, которые являются оградой для закона. То есть, если мы посмотрим на сегодня, то есть всего лишь 77 заповедей повелевающих в Торе, которые актуальны, и 170 запрещающих. Но вокруг них, вот вся вот эта вот наша антураж, еврейская жизнь, религиозная жизнь, ортодоксальная жизнь, весь этот антураж, это все ограда для закона. Это то, что сказали мудрецы еще, Аншек Несси так была, люди Великого Собрания, 2,5 тысячи лет назад, когда строился второй храм, они, осознав новую реальность, они, значит, эту новую реальность таким образом, как бы для себя интерпретировали, что они сказали три вещи. Первое. Будьте медлительны в суде. Сейчас вы уже не можете сразу решать, что правильно, что неправильно. Каждую вещь надо обдумать. Второе. Эймиду Талмиди Марбе. Устанавливайте много мудрецов для того, чтобы Тора сохранилась в пазлах, но тогда в каждом поколении, если много есть учеников, то вся Тора будет передаваться. И есть, конечно, даже в нашем поколении есть такие люди, как Рафхайм Каневский, который постоянно учит Тору, он за год делает окончание всего Торы, всех талмудов, всех книг, он все успевает пройти раз за разом, раз за разом. То есть есть в нашем поколении люди, которые знают всю Тору. Но таких людей в поколении там 3-5 человек, а, например, людей, которые изучают Тору каждый день, их миллионы. Миллионы. И если взять у каждого его кусочек Торы, то каждый из них соединен с Богом, и через каждого из них идет божественный свет. И когда говорят, что в Израиле, например, чудеса 600 ратет выстрелило, 600 ратет и 4 погибших, да, 4 погибших из 600 ратет. И когда говорят, что это железный купол охраняет, это не железный купол охраняет, железный купол перехватил 150 ратет всего. А именно те, кто сидят и учат Тору, и которые создают вот этот духовный свет, именно они являются вот этим вот световым железным куполом, который совершает чудеса, конкретно чудеса. Ратеты стреляют, а люди живые. Ратеты стреляют, а люди живые. Вот так. А когда была война, когда Саддам Хусейн стрелял ратетами, то 39 скадов, каждый скад по нескольку тонн взрывчатки. Несколько тонн скады эти там, 10-метровые ратеты. Именно 39 скадов летит. Все они пролетают над Гнебраком, где плотность населения самая большая в Израиле. Все они падают где-то вокруг. И ни одного погибшего. 39 ратет, каждая ратета по 10 метров, по нескольку тонн взрывчатки. И после этого скажите, что нет чудес. Есть чудеса. Но эти чудеса, это не чудеса на самом деле. Это вот как раз, вот много сидят, братья людей, учат Тору. Они с виду странные. Это ограды для закона. Но в итоге они создают вот этот вот свет, который защищает государство Израиль. И защищает мир, не только Израиль, мир от уничтожения. Потому что если бы не было вот этой духовной силы, большой духовной силы, то зачем миру существовать? Зачем? Не зачем. Поэтому все, дорогие друзья, мы на сегодня, на сегодня мы заканчиваем урок. Мы первую Мишну изучили. Я сейчас еду в Одессу с Божьей помощью, буду в Шаббат в Одессе. Если кто-то есть в Одессе, то вот я в Синагодии буду без Радошем на молитве. И после молитвы можем провести урок. Завтра я постараюсь провести урок с Божьей помощью из Одессы. И значит, все, сделайте выводы, свои выводы. Обязательно делайте выводы, потому что вот эта вот система делать три вывода, именно фиксировать, структурировать полученную информацию, она очень помогает. То есть, когда вы делаете вот эти вот выводы, то эти выводы, три ваших вывода, они для вас являются тем, что вас будет вести. Все, друзья, удачи, успехов. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом, удачи, успехов. И значит, всем хорошего дня, удачи, все, пока.